Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы будем делать с вами простую настойку на черноплодной рябине из домашнего самогона, естественно. Если у вас нет самогонки, используйте водку или спирт. Если есть возможность, берите алкоголь покрепче. Я взял самогонку 48 градусов, объемом 1 литр. Рябины мы будем добавлять много, поэтому настойка немного потеряет градус. И на выходе вы получите 40-42 градуса вашей настойки. Ну и смягчать настойку мы будем обычным медом. Итак, приступим к приготовлению настойки на черноплодке, как ее называют в простонародье. Для начала мы отделим ягодки от веточки. Итак, ягодки мы отделили. Смотрите, у меня в медном стаканчике пол-литра черноплодной рябины. Высыпаем. И рябинку нужно будет слегка размять, чтобы она дала сок. Я приготовил толкушку. Вы же можете использовать мясорубку-блендер для того, чтобы измельчить черноплодную рябину. Потому что данная настойка считается быстрой настойкой. После того, как вы измельчите черноплодную рябину, ее сразу же можно добавлять в самогон. И в принципе настойку можно употреблять. Но мы же выстоим настойку для того, чтобы ягоды полностью раскрыли свой вкус и аромат. И не будем торопить события. Разомнем черноплодную рябину. Добавим метка. И сделаем отличную настойку. Ну а сейчас мы приступим к измельчению, к наминанию. Ягодку-рябинку я помял. Смотрите, как она получилась. В принципе, сока рябина дала мало. Поэтому свой вкус и аромат она раскроет именно в настойке. Добавляем мятую черноплодную рябину в наш самогончик. Черноплодная рябинка добавлена в наш самогон. Можно уже даже понюхать. Что очень странно, она очень сильно оттенила запах самогона. То есть буквально только сейчас добавили, уже нет такого ярко выраженного запаха. То есть это идеальная ягода для того, чтобы делать настойку. Ну и смягчать мы нашу настойку будем при помощи меда. У меня мед натуральный, луговой. Понадобится 1 столовая ложка. Набираем. Мед слегка засахаренный, но от этого он не становится хуже. Добавляем в нашу настойку. Ну вот и все. Настойка практически готова. Ей надо немножко постоять, чтобы она еще более раскрыла свой вкус и аромат. Буквально в течение двух недель. Если есть время, выстаивайте в течение месяца. По желанию в настойку можно добавить различные пряности. Это гвоздика, это корица, возможно ваниль. Это уже дело вкуса. Я же добавлять не буду. И сделаю классическую, простую настойку на черноплодной рябине. Герметично закрываем крышкой. Тщательно взбалтываем. И убираем настаиваться в темное, теплое место. После настаивания я ее достану, профильтрую. И обязательно продегустирую. Поэтому смотрите ролик до самого конца. Уважаемые зрители. Прошло больше месяца с того момента, как я поставил настойку еще на плодной рябины. Наконец-то у меня дошли руки. И можно доснять ролик, попробовать настойку, попробовать, что у нас получилось. Но для начала давайте ее откроем. И понюхаем этот дивный аромат. Классно, что я вам скажу. Шикарно просто. Черноплодная рябина у меня аж во рту сразу все связала, хотя я еще не попробовал. Давайте ее профильтруем и приступим к дегустации. Для фильтрации я уже подготовил свои инструменты. А конкретно это крышечка с дырочкой. Ставим на баночку. Воронка. И ватки у меня не оказалось. Я взял ватный диск, который мы вставляем в воронку для фильтрации. Ну и чтобы ягоды не попадали к нам в воронку, я буду использовать ситечко. Приступим к фильтрации. Настойка у нас фильтруется. Я уже себе налил немного настойки, чтобы произвести дегустацию. Обратите внимание, что в бокале настойка выглядит темно-бордовой, в то время как в банке это полностью черный цвет с легкими красными оттенками по краям. Настойка уже фильтруется покапельно, то есть замедлилась, но это не мешает нам произвести дегустацию. Настал момент истины, и я наконец-то могу попробовать этого дивного напитка. Дорогие друзья, ваше здоровье! Настойка прошла очень легко, мягенько, очень приятной, терпкой послевкусия черноплодной рябины. Кто ее хоть раз в жизни пробовал, ни с чем не сравнит этот вкус и аромат. Настойка замечательная. Дорогие друзья, делайте настойку на черноплодной рябине, тем более если она у вас где-то растет, не пожалеете. Настойка получилась зачетная, как я и ожидал. В принципе, другой получиться она не могла. Ну а если вам понравилось это видео и было полезным, поставьте лайк под ним и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго! До новых встреч! Увидимся! До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»